друзья приветствую вас на канале russian lives in bangladesh и сегодня мы с вами прогуляемся по анапе вот место которое называется красная площадь это торговый центр до другого торгового центра и пройдемся по окраинным улицам я сказал прямо по окраине практически по прямой примерно 30-35 минут по времени мы заодно посмотрим как тут все выглядит так еще раз покажу где нахожусь это торговый центр красную площадь и мы идем прямо примерно через два целых семь десятых километра отсюда по прямой еще один торговый центр и мне надо по делам пройтись решил включить трансляцию показать вам как здесь все выглядит сейчас море у нас вот в той стороне если прямо туда то тоже там море мы сейчас идем в сторону от моря мы сейчас мы сейчас и мы Сегодня погода такая облачная Примерно 20 градусов Температура воздуха Вчера жарко было Вода теплая В общем здесь такие Трущобы что ли Как бы трущобы такие Анапские Пройдемся по трущобам Анапы В общем такой Спальный район Сегодня вот первый день не жарко Вот так вот Вот так вот Продолжение следует... В общем, если коротко говоря, идем прямо, никуда не сворачиваем. Продолжение следует... Можно было бы доехать, но ехать надо с большим количеством установок. В общем, по времени идти столько же, сколько ехать, вот я решил пройтись. Порядка 20 градусов ветерок сегодня. В общем, жары нет. Вчера жарко было, даже очень. Наверное, ну, градусов 27-28. Море теплое. Но волны были вчера во второй половине дня. Так, чтобы поплавать с маской, посмотреть на рыбок, это надо от берега довольно далеко отплывать. Потому что ближе к берегу вода уже какая-то непрозрачная, мутная. Так... Продолжение следует... 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 Примерно 20 градусов... 19-18... Ну может быть когда-то иногда будет 21 градус... Все, тепло закончилось... Продолжение следует... Там дома... Там дома... Домов балкона разного цвета... Какие-то дома... Это времена года... Четыре времени года у нас... Зима, весна, лето... Осень... Цвета соответствуют... Цвета соответствуют... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так вот выглядят трущобы в Анапе. Сейчас надо подождать светофора своего. Все заставлено машинами, свободных мест практически нет. Сейчас я с картой сверюсь, правильно ли я иду. Да, все правильно, теперь все время прямо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Здесь очень хорошо работает связь В отличие от центра В центре связь работает просто ужасно На набережных плохо работает ДимаTorzok Так вот ДимаTorzok 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 Смотрите, я обнаружил бесплатный общественный туалет Вдали от всех курортных маршрутов ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Что это такое, я не знаю. Возможно, это ГИБРОДД или что-то еще. Да, скорее всего, это оно и есть. Вот эти ЖК еще строились, когда я видел их в последний раз. Смотрю, уже построили живот, литовлют. Живут, но не везде. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Тут все очень близко, в Анапе. Пять минут туда, пять минут туда, на месте. Я уже практически пришел. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пивзавод А вот эта остановка, это начало маршрута номер 109, который идет в Суко или в Утриш Или в Утриш с заездом в Суко В общем, вот эта вот остановка, откуда начинается этот маршрут Тут рынок был раньше рядом, вот здесь Где-то вот здесь, по-моему Или вот тут, да, вот здесь Вот здесь был рынок хороший, за вот этими вот павильонами торговыми Но там уже разогнали этот весь рынок И домов там понастроили уже, видите, все продают дома Все позастроили уже Еще пяти лет не прошло, как его разогнали, уже все застроено И люди уже живут половину домов Да какие он огромные какие дома там строит Ну, в общем, не зря рынок разогнали Не приносил он, видимо, столько прибыли, сколько продажа земли под застройку приносит А вот здесь, да, вот здесь Аэрофобия, да? Вот в этих домиках я себе хорошую, очень хорошую квартиру как-то присмотрел 600 тысяч рублей не хватило мне на тот момент Хорошая квартира, двухкомнатная С газовым отоплением С котлом Новый дом еще строился Сейчас они подорожали уже в 10 раз Были 200, сейчас они, ну, могу предположить, что не менее 8 Да нет, не 8 В общем, там около 12 они уже должны стоить В общем, там, наверное, люди сходят Редактор субтитровые Да нет, вообще-то Стоит В общем, там, в общем, там, где-то Продолжение следует... Так, ну, в общем-то, вот моя цель, вот этот торговый центр. Можно зайти в него, посмотреть немножко, пройтись. Я там и не был ни разу внутри. Именно в этом. Вот в том был, который дальше. В этом не был. Смотрите-ка, здесь, наверное, торгуют растениями. Продолжение следует... Магнит экстра. Мне, собственно говоря, вот это вот нужно. Пройдёмся, посмотрим, что здесь. В общем-то, это обычный магазин. Тут ничего такого нет, необычного. Пройдёмся немножко вдоль витрин. Пройдёмся. 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 Хлеба, какого хочешь, любого. Только черного нет. На югах черного хлеба не бывает. Готовые салаты готовы. Селедочка вкусная, волосольная. Ломтики сельди в масле с укропом маринованные. 100 грамм 46,99. Не могу на это смотреть. Слишком вкусно это. Видим, пирот готов к еду. Что тут вкусненького. Чебуреки с мясом 59,80. В общем, на пляже они также по 60, а хотя нет, подождите, на пляже они по 120. Тут дешевле. Вот это, конечно, все вкуснейшее. Курица гриль. Цена за 100 грамм 49,50. Куры гриль в половинке 53,99. Голень цыплят, цыплят гриль 53,99. Бедро цыплят гриль 48,99. Это за 100 грамм все цены. Окорочка гриль 50,99. Грудка цыплят гриль 57,99. Это, Хорхе, это большой магазин продуктовый. Так скажем, здесь вот таких больших магазинов два. Вот тот магазин, от которого я начал трансляцию, называется Красная площадь. Там и продуктовый магазин. Продукты, одежда, бытовая техника, электроника, сотовые телефоны. Вот все там. И здесь тоже такой же. Но вот в этом магазине больше продуктов. Тут больше продуктов. Колбаса. 200 сортов колбасы. Смотрите, может быть даже больше. Может быть здесь их 300. Я точно и скажу. Но не меньше, чем 200. Сейчас посмотрим. Пройдемся вдоль. Старые. еще овощи давайте посмотрим какие здесь есть овощи здесь все есть здесь есть абсолютно в этом магазине есть все вот смотрите нектарины полтора доллара ровно ровно полтора доллара нектарины это имеет значение какое съемки разрешены по закону в любых торговых площадях по федеральному закону и никакой другой выше быть не может так нектарины 149 99 ну в общем по полтора доллара килограмм это один доллар слива так как мы знаем сейчас цены легко бьются рубль с долларом доллар примерно 100 рублей ну примерно мы будем считать около 100 рублей вот 139 помидоры это для тех кто только в долларах ориентируется вот помидоры килограмм помидоров 139 доллара огурцы один доллар килограмм капуста 27 центов килограмм 27 центов килограмм свекла 22 цента килограмм лук 21 цент килограмм виноград 1 доллар 19 центов за килограмм кишмиш кишмиш виноград белый виноград 1 доллар 19 центов что то еще перец у нас называется перец болгарский цену не вижу цену нет не вижу цену давайте посмотрим фрукты 1 доллар 29 центов ну считай 29.99 1 доллар 30 центов вот груши допустим вот эти 2 доллара 79 центов вообще неправильно конечно все мерить в долларах вот наши цены в долларах мерить неправильно потому что у нас все в рублях и зарплаты все в рублях поэтому лучше конечно в рублях мерить ну для тех кто только в долларах ориентируется я могу вот так назвать пусть со своими ценами сравнят вот огурцы вот эти 65 центов огурцы ну если считать что доллар 100 рублей сейчас что тут еще можно посмотреть что вам еще показать картофель 23 цента 23.59 картофель бананы не вижу здесь цену банан 129.99 это 1 доллар 30 центов примерно бананы бананы так это я вам показал давайте посмотрим мне вообще вот это вот все не нужно конечно вот арахис 30 центов 100 грамм арахис кокосы 1 доллар 19 ну 1 доллар 20 центов так будем считать 129.99 гранат 1 доллар 89 ну 1 доллар 90 центов дыня 54.99 ну 55 центов дыня дальше цены очень низкие я вам сразу говорю потому что если сравнивать со всем тем же самым что к примеру вот я точно сам своими глазами видел цены в бангладеш здесь все дешевле в разы просто в разы вот это вот киви бангладеш стоит 1200 така ну это примерно 900 рублей килограмм вот здесь она стоит а где же цена то в киви 189.99 там 900 ну 1200 в така это курс така 1 рубль 70 така 70 копеек 0.7 така здесь 190 рублей килограмм там 900 в рублях там 900 рублей будет это стоить ананас 159.99 ну 160 рублей килограмм там 25 така ну 50 така килограмм или вот целый ананас 50 така ну когда и 25 смотря какой сезон ананасы там конечно подешевле они там местные растут а вот все импортное там намного дороже так ну это ерунда это не интересно что еще давайте фрукты посмотрим виноград 189.99 это 1 доллар 89 центов и кажется мы это уже видели давайте посмотрим вот этот виноград крупный почем здесь 219.99 ну 2 доллара 20 центов вот так скажем вот этот виноград крупный так дальше виноград кишмиш черный 2 доллара 50 центов ну примерно вот так 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 семечки в общем я себе чего-нибудь здесь куплю через пару дней домой что вам тут еще такое показать тут бытовая химия уже началась пойдемте в витрины посмотрим я вот проскочил дальше рыба рыба посмотрим витрины с рыбой что здесь картофель мытый 56.99 56 центов мытый картофель баклажаны 64.99 консервы тушенка ну за границей такой тушенки вообще нет такой хороший качественный и вкусный как у нас поэтому вы даже не поймете о чем тут вообще речи что это за банки такие вы такого никогда в жизни не пробовали и точно не попробуете это есть только у нас хорошая тушенка вот это ветчина 209 2 доллара 9 центов ну 2 доллара 10 центов баночка свинина ветчина свиная окорок деликатесный вот это очень вкусно должно быть рыбные консервы таких за границей тоже нет вообще в принципе нет поэтому бессмысленно это показывать об этом рассказывать если у вас такого нет вы не поймете о чем это речь это очень вкусно сразу говорю так посмотрим рыбу рыбные деликатесы скумбрия холодного копчения 54 59 за 100 грамм по-моему да что тут еще такое показать не знаю ивасии 33 59 ну а его 48 59 Дальше что не вижу 19-29 Типа кельки что ли Сельдь 16 рублей 100 грамм Филе сельди 35-99 Это что Иваси 36-99 Это какая-то соленая Какая-то полысатая Терпук Что за рыба такая 529-99 В общем рыба здесь тоже Недорогая Сразу говорю Сравнивая с ценами Которые я помню в Бангладеш Она тут в три раза дешевле Эта рыба Устрицы Устрицы Хакасские устрицы Живые 100 грамм 100 рублей 100 грамм 1 доллар 100 грамм Устрицы Императорские устрицы Устрица император Или императорские устрицы Живые 119-99 1 доллар 20 центов Так если округлить Дальше мясо Это маринованное Готовое мясо Для шашлыков Это просто мясо А вот здесь уже готовое мясо Это стейк из свинины В маринаде Шея Охлажденная Готовые стейки Замаринованные Осталось только его обжарить Вот это Что у нас здесь Вот то мясо 299 Вот это 349 Вот это Вот это не знаю Где цена 509 Что тут еще есть 314 вот это 372 вот это Это свинина Свинина 372 319 вот то Лопатка свиная 299 Корейка свиная 290 вот это Там дальше 499 Вот это Гуляш из свинины Охлажденный 629 Что тут еще Можно сказать Там вот 309 Вот это 290 319 319 319 Сердце говяжье Для тушения 329 Язык говяжий 729 Сердце свиное Для тушения 229 Фарш 399 Вот то 299 339 456 769 999 499 Язык свиной 439 439 Дальше Курица 369 219 Фарш Наверное там 419 219 219 219 99 Это уже готовая Замаринованная курица 289 Крылышки Или что там В общем Готовая Наверное Дешевле даже Хотя нет Готовая Обжаренная То же самое Будет В два раза дороже Так Что еще Что вам еще Тут такое Показать 399 Карбонат Свиной Без костей Охлажденный Нет Это не то Это куры Ну что тут Яйца Что там Так Яйцо Столовое С1 72 99 10 Штук Так, это холодильники, тут тоже какие-то мясные, что-то мясное, сердце свиное замороженное, сердце свиное замороженное. Как-то отдельно положили, никто и не найдет, что здесь. Шеи цыпленка бройлера 123, замороженный лоток 123, 900 грамм. Цыпленок бройлера для жарки замороженный 203 рубля 99 за килограмм. Ладно, что-то я уже прям застрял здесь. В общем, здесь то же самое все. Куры, здесь морская капуста, селедка, рыба соленая. Вот, допустим, сельдь. Килограмм 199,99. Это очень недорого. Сельдь слабосоленая, не разделанная в пряной заливке. 1 килограмм 149. В общем, очень это недорого. Один, ну, полтора доллара банка такая, в общем. Так, что еще? Вот видите, Аргентина, я вот вижу, да, что вы пишете, цены ваши. Хорхе, меня зовут Александр. Я вот вижу твои сообщения. Так, значит, 300-350 рублей вот тут, Аргентина, 1 килограмм мяса. 1300-1500. Знаешь, дело в том, что, смотря какое мясо, говядина подороже, свинина подешевле. Но вот за 1300-1500 рублей килограмм здесь тоже можно найти. Может быть, не в этом магазине, в каких-то других. Какое-нибудь мясо для стейков. Специально, которое выращивали именно для стейков. А вот оно примерно так и будет. Но здесь просто мясо. Хорошее мясо, обычное. Оно недорогое, относительно недорогое. Хотя, некоторое время назад оно было еще и дешевле, раза в два, так скажем. Андрикот, вот-вот-вот. Мне говорят, в Аргентине по полторы тысячи рублей такое мясо. Вообще, цены в России намного ниже, чем в других странах. Это я сам в этом убедился. Причем, намного ниже, на некоторые продукты намного ниже. Вот это вот, порядка 800 тк стоит Бангладеш. Вот такой виноград. Примерно 800 тк за килограмм. Ну, примерно это, грубо говоря, 600 рублей. Здесь 119.90, видите. Яблоки. Вот там яблоки по 300. 300 тк. Здесь 129. В общем, тут все дешевле намного. Если цены сравнивать, с тем же самым Бангладеш, здесь раза в три все дешевле. А некоторые продукты, их даже в 10 раз дешевле. Бытовая химия, я не знаю, порошки вот эти стиральные, они, наверное, не нужны никому. Сейчас пройдем, посмотрим, что вообще тут еще есть интересного. Алкоголь. Опять алкоголь. Снова алкоголь. Опять алкоголь. Опять алкоголь. Это минеральная вода. Это сладкая вода, газированная. Чипсы. В общем, тут всего-всего-всего-всего-всего-всего. Пройдемся еще раз вот так. Да, говядина, она и у нас немножко подороже. Дороже свинины. Дороже, в общем, свинина говядина. Постельная, полотенца. Что еще здесь показать вам такого? Конфеты. Ну, конфеты бывают разные цены. Смотри, какие конфеты. Даже не знаю, что вам такого показать. 64 цента. Эмбаре и риса сорти. Кремлина инжир шоколадной конфеты. 54 цента. 55, в общем, центов. 55, в общем, сладости возможные. Кофе. Вот у вас в Аргентине кофе наверняка дешевле, чем здесь. На какой вам кофе цена показать? Какой вы знаете кофе? Якобс, к примеру. Монарх. Жардин. Скоро кофе. Другие совершенно будут сорта. Называться они будут совершенно по-другому, потому что Африка перестанет поставлять в Европу кофе в мешках, для обжарки, упаковки и продажи уже по гораздо более высоким ценам. Африка будет сама этим заниматься и будет сама получать добавленную прибыль за свой кофе. Сейчас Германия получает 800% прибыли с того кофе, который ей поставляет Африка. Зачем Африке кормить Германию, когда она может сама эти деньги зарабатывать? Так, ну, где вы тут видите такие цены? Ну, вот, к примеру, 1000 грамм, килограмм кофе. Лаваза, лаваза, лаваза-роса. 1999, ну, в общем, 2000 рублей. Это со скидкой. Скидка 3%, а без скидки 2999. Ну, в общем, 3000 без скидки, а со скидкой 2 тысячи. Кофе, да, кофе. Ну, это килограмм. Ну-ка, это уже молотый кофе, обжаренный. Не в зернах, в зернах подешевле. Вот это в зернах. Ну, тоже 2 900. 2900, практически 2 900. Скидка 55% за 1299. Это все за килограмм. Вот эти цены. Вот есть, пожалуйста, 100 рублей. Жокей традиционный, интенсивный, мягкий. Средний полмол, средняя обжарка 3. 100 рублей 99 копеек. Скидка 24%, без скидки 145.99. То есть, цены разные. Можно и подешевле взять, но небольшой объем. Килограмм подороже будет. Так, все, друзья, я сейчас заканчиваю трансляцию. Да, цены. Кофе не китайский. Это кофе не китайский. Тут бразильский кофе может быть. Вот, Бразилия. Бразилия. Кофе в зернах. А где цена на него, не вижу. Монарх. Монарх. 800 грамм. Вот этот, наверное. Монарх 800 грамм. 1499. Что тут еще? Вот, да тут много просто всего. Вот это, видимо, хороший кофе зерновой 1799. Жордин. Ну, Жордин, международная марка, все ее знают. Жордин, десерт, кофе в зернах. 250 грамм, 309. Со скидкой 38%. Без скидки 491, ну, 500 рублей, в общем, без скидки. Я говорю, здесь необязательно такая цена. 1300, там, 1200. Вот, 1800. 2000. Не обязательно. Тут можно и маленькую взять. Вот такую небольшую. Сколько тут грамм-то у нее? 100 грамм. 109. 109.99. Видите? Вот. Если ты берешь килограмм, так это, наверное, на год хватит. Я не представляю даже. Я кофе вообще не пью. Вот. Насколько его может хватить? Может быть, и на год кому-то хватит. Жордин Гватемала. Жордин Гватемала. Кофе растворимый. 329. Скидка 42%. Без скидки 699. Тут чае. Чай пошел. Кофе китайский. Да, возможно. Здесь есть тоже китайский кофе. Я просто в кофе. Вообще не разбираюсь совершенно. Вот. Кофе московский. Пожалуйста. 259.99. Цены видно. Можете сами посмотреть. Кофе московский 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 кофе м Одно я вам точно могу сказать Совершенно абсолютно точно Что здесь все намного дешевле Чем допустим в Бангладеш Там все дороже Просто все абсолютно А многих продуктов И многих товаров там просто нет Просто нет Вот сметана к примеру Там намного дороже сметана Вот допустим 300 грамм 102.99 Ну 103 рубля 300 грамм К примеру Там намного дороже сметана И вот смотрите Видите вот это вот все разная сметана Вот весь этот ряд Это все сметана Там дальше молоко Все наверное Мультиварки Рисоварки 3399 Всякая бытовая техника Орешки Орешки Показать Фундук жареный 1599 За килограмм Здесь не килограмм Здесь не килограмм Здесь поменьше На 443.17 Миндаль жареный 1339.90 За килограмм Здесь В этой упаковке На 588.21 Все друзья Я заканчиваю Я сюда по делу Вообще-то Пришел Надо все-таки Сделать Дела Идти дальше А вот Смотрите Карамбала Карамбала Видите Я вот такое покупал В Бумладеш Но я бы не сказал Что это прям Вот такая вкуснятина В общем Ничего такого Особенного Она просто там Очень дешевая Вот Но если она Копейки стоит То можно покупать А за такие деньги Она вообще смысла Не имеет Что еще Маракуйя Где тут Маракуйя Интересно Карамбал Я вижу Маракуйя Не вижу Петахая Это драконий Драконий Фрукт Там он дороже Намного В Бангладеш В этом Мангостин Одна упаковка Не знаю В Бангладеш Они продают Дальше Гуава 318.99 За штуку Вот так Он там и растет Прямо в таких Пакетиках Но это уже Переупакованный Гуава Она в принципе Неплохая Напоминает Нашу грушу Вот эту гуава На вкус Вот такую Твердую Которая только Только начинает Сладкой становиться Груша Поэтому Ну смысла Ее покупать За 318 Вообще Не вижу Проще Груш взять Хороших Пару килограмм На эти Денбель Вот Так что Вот это вот Намного лучше Вкуснее Любых Иностранных Фруктов Это наш Инжир 57,99 За килограмм Очень недорогой Но он тут Какой-то Квелый На рынке Конечно Лучше У нас Тут в огороде Такой растет Свеженький Так Это мы видели Тут еще Посмотрите Можно Огурцы Смотрели Яблоки Смотрели Картошку В общем Все Мы тут уже Посмотрели Тут Нечего Арбузы 16 рублей Килограмм 16 центов Арбузы 17 центов Килограмм Так Тут опять Алкоголь Вино Зеленый Горошек Греч Гречневая Каша Гречка Ну Такого Такого Продукта За границей Вообще Нет Крупа Гречневая 800 грамм 41 рубль Недорого Это самая Полезная Каша Еще Булгур Такая же Полезная Так Что это Рис Длиннозерный 800 грамм 80 рублей 80 центов Пачка риса 800 грамм Лучшая цена Так Моя цена Крупа Геркулес 400 грамм 14 70 За 400 Грамм В общем Это не полезный Продукт Гречка Более полезная Что тут еще Вермишель Тут все Намного Дешевле Вот Намного Чем В том же Сам Бангладеш В разы Просто Сразу Говорю Шебекинские Макаронные Изделия Ракушки 450 грамм 79 99 Доширак Лапша Со вкусом Говядины А Это Вот это Унизу 27 99 Лагман Лапша 350 Грамм Это Видимо Лагман Лапша 350 Грамм 49 99 Тут Соусы Так Ладно Все Тут Алкоголь Микроволновки Так Ладно Что тут Еще Всякая Ботовая Техника Пылесосы Утюги Телевизор Какой-то Недешевый Кстати Сейчас Дешевле Телевизора Стены В общем Я могу Сразу Сказать Что Здесь Цены Ниже Вообще В России Ну Тут Тут Еще Надо С Доходами Населения Все Это Сравнивать Может быть В Аргентине Доходы Населения Выше Поэтому И цены Могут Быть Выше Здесь К примеру Может быть Доходы Населения Ниже Относительные Ну допустим Долларового Эквивалента И цены Тоже Здесь Ниже А может Быть Они К примеру Относительно Доллара Эти цены Одинаковые Ну я могу Сразу Сказать Что Ну точно Бангладеш Дороже Все А доходы Населения Ниже Доходы Там Примерно 25 тысяч Така Средняя Зарплата По стране Цены Ну Тот же Самый Вот Яблоки 300 Така Киви 1200 Така Ну это все Импортные товары Там такие Никто не покупает А не ест Мандарины Тоже 300 Така Апельсины Тоже 300 Така Там есть Свои товары Свои продукты Которые Местное население Покупает Ест Они дешевле Намного Ну в общем Примерно так По уровню доходов Соответствуют Носки Все Тут особо больше нечего показывать Все Друзья Я тогда сейчас заканчиваю трансляцию Может быть Чуть погодя Еще одну запущу На текущий момент Тут Все Я вам показал Все что было интересного По магазину Прошелся Все Посмотрели Спасибо за внимание И Поставьте себе Уведомления В режиме Обо всем Надо нажать колокольчик И выбрать И выбрать И тогда Значит Как запустится Новая трансляция Может быть Я сейчас выйду И еще Пройду пешком Там Включу трансляцию Пройдемся По Анапе Немножко И Посмотрим Прогуляемся По городу Так Один доллар Равен Восемьсот Песо Один рубль Равен Два шестьдесят Песо Ну Я в общем-то Все цены Называл В долларах Сейчас Очень Удобно Вот Смотрите Сейчас Доллар Это Примерно Сто рублей Ну Может быть Чуть-чуть Меньше Чуть-чуть Вроде Около Сто рублей Курс доллара Плавает Поэтому Вот Цена Допустим Сто девятнадцать Я ее Сразу Говорю Один доллар Девятнадцать Центов Примерно Вот так Легко Ориентироваться Поэтому Сейчас Вообще Отлично Ориентироваться В ценах Вот Восемьдесят Девять Девяносто А что это Такое Это вода Минеральная Восемьдесят Девять Центов А это Пиво Нет Это Адреналин Адреналин Какой-то Адреналин Банка Банка С адреналином Сто девятнадцать Все Заканчиваю Трансляцию Спасибо всем Замевания Подписывайся Включай Колокольчик В режиме Все Как запущен Новую трансляцию Ютуб Вас сразу же Оповестит Да Да Один доллар Примерно Сто рублей Ну чуть Поменьше Где-то Девяносто Четыре Рубля Девяносто Шесть Там Примерно Вот так Вот он Плавает Примерно Чуть меньше Сто Рублей Ну Можно Округлять До ста Можно Округлять До ста И тогда Будет легче Ориентироваться В ценах Пиво Нет Это не пиво Это адреналин Адреналин Энергетический Энергетик Энергетики Пиво Дешевле Так Все Пошел я Бьюту Спасибо За внимание Ждем Начала Следующей Трансляции